Святые апостолы были первопроходцами. Они несли веру Христу в неведомые страны к неведомым ранее людям, говорили на их языках, получив эту способность с ошествием благодати Святого Духа. С тех первых веков христианства прошло уже достаточно времени. Жизнь на земле продолжается, и ожиданию второго пришествия Господа исполнилось вот уже две тысячи лет. И сегодня люди спасаются верою и будут спасаться до последних дней мира. Люди живут, трудятся. Одни, как писал архимандрит Иоанн Кристиенкин, по стихиям мира сего, другие по заповедям Божьим. Поприще наместника монастыря стезя не из легких. Быть начальником по послушанию сложно. Но, как говорится, на каждую Вавилонскую башню есть Божия сила и власть. Желаю вам, дорогой отец-наместник, молитвы, потому что молитва, она укрепляет сердце человека, согревает его теплотой и любви, просвещает его разум. И хочется еще раз, еще раз свидетельствовать за нашей любви к вам, вот поблагодарить вас за вашу доброту, снисходительность к нашим немчим. Многое вам и благая лето. Что значит быть наместником монастыря? Поздравляя игумена Варфоломея с днем-то из-за именинства, благочинный Николу Гришской обители и иеромонах Филарет ответил на этот вопрос. Это значит одновременно быть идеалистом, а идеал начальствующего для инока – это Христос, и реалистом, потому что жизнь, к сожалению, не всегда дает возможность осуществить высокие идеалы, к которым мы стремимся. И хотя идти отцу Варфоломею приходится путем, проложенным святыми отцами, но он всегда должен быть впереди веренного ему стада, прокладывая дорогу, принимая ответственные решения, указывая путь. Очень рада и горда, что являюсь прихожанкой Николу Гришского монастыря. Отец Варфоломея очень много делает для монастыря, очень старается, очень поддерживает братья, очень любит нас, прихожан, чат своих, старается во всем поддержать, старается всегда помочь, всегда с какой просьбой к нему обратишься, он всегда и поддержит, и утешит, и постарается помочь. Премудрость и рассудительность необходимы истинному пастырю, чтобы находить золотую середину между ревностью о Боге и с нисхождением к немощам окружающих. Молитвы и труд, духовное делание и хозяйственные заботы. И за дня в день, из года в год. Так и идет отец Варфоломей дорогу пастырского служения, умножая веренный ему дар, полагаясь на милость Божию и обращаясь к помощи небесного покровителя. День Теземиниства у каждого христианина, наверное, это день особый, день особого переживания присутствия святого, это день встречи со своим святым, который напоминает нам о нашем предназначении, который вдохновляет нас на исполнение христианских добродетелей, помогает подняться над собой, который напоминает нам о цели нашей христианской жизни. В праздник святых апостолов Варфоломеи и Варнавы поздравить отца-наместника по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла приехал игумен Стефан, заместитель председателя Синодальной комиссии по монастырям. В этот день, который совпадает со вторым днем Святой Пятидесятницы, день сошедшего Святого Духа, позвольте вам в дар преподнести икону Святой Троицы. Спасибо, Господи. Сегодня такой замечательный день, что церковь прославляет одного из апостолов, а наш наместник имеет такое, как сказать, Божье, что ли, Божий дар носить имя его. Вот мне хочется пожелать ему успехов в его пастырском служении. Мы все его уважаем, любим. Слава Богу, что Господь каждому из нас дает потрудиться именно на том поприще, которому человек имеет предназначение. А силы, терпение, милосердие, мудрость, любовь Всевышний вручает тому, кто с готовностью принимает свой крест, кто не ищет для себя, но служит другим, а отдавая другим, отдает Богу. Спасибо.